Мальчик-вундеркинд. В 10 первое выступление с оркестром, в 11 первый сольный концерт. В 13 ему рукоплещет большой зал консерватории. В репертуаре Моцарт, Чайковский, Шопен. Тогда его называли Женей. Евгений Кисин. Сегодня в непрямом эфире. Он родился 10 октября 1971 года в Москве. В два года, едва начав дотягиваться до клавиш, подошел к роялю. С тех пор от него не отходит. В шесть поступает в Гнесинское училище. Одноклассникам по 15-16 лет. Он миловиден, улыбчив, застенчив. Образцовый советский мальчик. Вундеркинд. С 14 лет начинает гастролировать за рубежом. Солирует с оркестрами ведущих мировых дирижеров, включая Герберта фон Караяна. В 91-м, стремясь избежать обязательного призыва в армию, навсегда уезжает из России. Живет в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Получает подданство Великобритании и Израиле. Самостоятельно изучает идиш. Пишет стихи. Выступает с поэтическими вечерами. Принципиально отказывается от участия в конкурсах исполнителей, но при этом является лауреатом множества премий, включая Триумф и Грэмми. Имеет звание почетного доктора музыки Манхэттенской школы музыки, почетного члена Королевской академии музыки Лондона, почетного доктора Гонконгского университета и почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме. Однако в создании россиян его поколению он по-прежнему и, возможно, уже навсегда останется просто женей. А в какой момент вообще еврейская тема, которая для вас необычайно важна, она впервые вошла в вашу жизнь? Даже не помню. Это было очень рано. В советское время? Да, конечно. Конечно, когда я еще был ребенком. Ребенком я еще до того, как пошел в школу и научился нотной грамоте, много играл по слуху. И помню, что бабушка когда-то меня просила «Сыграй нам фрейлахс», имея в виду 7.40. По-моему, при этом присутствовал ее брат, дядя Марк. В детстве я лето проводил с бабушкой и дедушкой на даче и слышал, как они много говорили друг с другом на игеше. Так что это вошло в мою жизнь практически, сколько я себя помню. А тот факт, что вы были из еврейской семьи, как-то помогал или мешал, скажем, в том, какое образование вы получали? Нет. Ни то, ни другое. Я учился в Гнесинской десятилетке. Школа наша на самом деле была в значительной степени еврейской. Хотя, как-то помню, на стене какой-то шутник там и написал «Бей, жидов спасай Россию». Но помимо того, что она была основана и названа в честь еврейской семьи Гнесиных, многолетним директором нашим был Лазиной Саджи Финкельштейн. Очень много у нас было евреевы среди педагогов, среди учеников. И, кстати, когда мы с нашим военруком спускались в подвал на урок гражданской обороны, и тот, ну, полковник, конечно, никакого отношения к евреям не имел. Но вот увидел он на стене какую-то антисемитскую надпись. Ну, опять-таки, видимо, кто-то просто из озорства ее сделал. И отреагировал полковник на это так. Так, возможно, даже сам не осознавая, до какой степени он говорил, что называется, в самую точку. Он сказал так, ну, что это такое, вы в какой школе учитесь? Антисемитизма как такового вы в то время не ощущали? Ну, конечно, ощущал. Ощущали, тем не менее, за пределами среды. В дворе. Была ли это угроза какая-то? Была ли в этом реальность? Угроза нет. Но в то время, в детстве, да и потом, не всегда человек сам осознает. А вот я несколько лет назад познакомился со знаменитым психологом Владимиром Львовичем Леви. И вот, когда я рассказал ему о себе и упомянул как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим, я помню, Владимир Львович сказал, это психотравма. Ну что же, тогда, значит, мы все были так или иначе травмированы. Я за всю свою жизнь встречал только одного еврея, точнее, одну еврейку нашего с вами поколения, выросшего в Москве, который во дворе не пришлось с этим столкнуться. Ну и вопрос отъезда тоже фактически стоял, очевидно, ну мог быть... Вопрос отъезда никогда не стоял. Мой отец работал на секретном предприятии. Такой вопрос просто не мог стоять. Когда я начал выезжать с концертами за границу, и папа попробовал на работе заикнуться о том, что, может быть, когда-нибудь и он смог бы со мной, ему сказали, Игорек, забудь и думать даже. Ни в кап, ни в соц. Ну вот интересно, с годами, со временем, когда вы уехали из страны, казалось бы, вы, ну если есть люди мира, то вы, безусловно, принадлежите к числу людей мира. Да, конечно. И тем не менее, вот это вот ощущение себя принадлежащим к определенному народу, к еврейскому народу, оно только, насколько я понимаю... Для меня здесь нет противоречия. Усилилось, да? Быть человеком мира и при этом ощущать себя принадлежащим своему народу, для меня тут никакого противоречия нет. Был такой замечательный венгерский композитор Золтан Кодай, который сказал, для того, чтобы быть интернационалистом, нужно быть националистом. Он сам писал венгерскую национальную музыку так же, как и его еще более великий соотечественник Белла Барток. То же самое относится и ко многим русским композиторам, таким как Глинка, Мусоргской, Римской Корсаков, Чайковской. Таким же был великий норвежский композитор Эдвард Грик. Да и в музыке такого во всем мире любимого и популярного композитора, как Шопен, очень сильно присутствовал, присутствует польский национальный элемент. Так что, по-моему, тут никакого противоречия нет. Ваше детство, безусловно, было уникальным. Вы человек уникальный, вас называли вундеркиндом. Вы, кстати, сами считаете себя вундеркиндом? Или вам кажется, что вы самый обычный человек? Я помню, в то время некоторые музыканты говорили, что на самом деле слово вундеркинд мне не подходит. Потому что под этим словом, как правило, подразумевают иной тип музыкально одаренного ребенка. А именно детей, поражающих в первую очередь техническими достижениями, а не глубиной и зрелостью исполнения. Так говорил, например, такой замечательный и авторитетный в России музыкант, как Дмитрий Александрович Башкиров, да и другие. Ваше детство, как вам кажется, или ваше взросление, оно своего рода было, оно же было уникальным. Ведь второго такого человека, как вы, в России совершенно точно не было. Ну как же, был Ваги Крепин, тоже вундеркинд. Причем мой сверстник. Ну, а потом еще несколько лет спустя к нам, так сказать, присоединился Максим Венгеров. Он нас младше на три года. Вот сначала мы вдвоем с Вагиком, а потом втроем с Максимом были как бы официально главными вундеркиндами Советского Союза. Но тем не менее, ваша жизнь, она состояла только из музыки, или были какие-то от нее все же какие-то отклонения? Вы же чем-то занимались еще помимо... Все было. В Ленинграде был такой замечательный пианист и педагог фортепиано Натам Ефимович Перельман. Он написал великолепную книгу афоризмов о музыке, которая уже несколько лет лежит на моем рояле. Я часто эту книгу перечитываю, и многие из его афоризмов цитируют в своих интервью. В частности, там есть такой настоящий музыкант отдыхает не от музыки, а для музыки. А в детстве, в отрочестве моем было все. Игры, беготня со сверстниками во дворе и в футбол. Правда, часто не с футбольным мячом, а, как тогда говорили, с консервной банкой. Ну, с чем угодно. Мы это все хорошо помним. И собирание марок и солдатиков. Да все, что угодно. Все было. То есть, ничто не прошло мимо. И бросание камней в фонари, и залезание на деревья. Да, все было. Конечно. Ну, хорошо, что... Но музыка была главным в моей жизни всегда. Так оно само было. Никто меня никогда не заставлял заниматься музыкой. Это была моя потребность. Ну, на самом деле, если говорить о детских годах, то не заниматься, не работать, а просто играть в свое удовольствие. По слуху. Я читал, и вы рассказывали об этом в других интервью, о том, что чуть ли не в возрасте двух лет вы напели фугу баха. В 11 месяцев. В 11 месяцев. А в два года и два месяца я начал играть по слуху. Потому что тогда я уже достаточно вырос для того, чтобы дотянуться до клавиатуры рояля, стоя на полу. Так что да, это была естественная потребность от природы. У вас в жизни был фактически только один педагог. Да. Довольно редкое явление. Как получилось? Он, когда мне было пять лет, попробовал меня учить. Но у него это не получилось, потому что, как он сам говорил, обучение детей было не его специальностью. Он преподавал в Гнесинском институте. И тогда он рассказал обо мне преподавательнице Гнесинской языки летки Анне Павловне Кантер. И организовал нашу встречу. Причем сделал это даже за спиной моей мамы, сообщив об этом маме постфактум. Потому что мама не хотела, чтобы я учился музыке. Поскольку моя старшая сестра Алла училась музыке в Цэмша. И мама, будучи к тому же сама, педагогом фортепиано, прекрасно знала, как это тяжело. Но удивительная история продолжения этого вашего романа, который, собственно, перешел практически в родственные отношения. Да, а потом... Ну, потом я начал выступать с концертами сначала в разных городах. В городах, потом в разных странах. И ездил я туда с мамой и с Анной Павловной. И в этих поездках мы постепенно очень сблизились. И в конце концов, как раз перед нашим отъездом из России Анна Павловна переехала жить к нам. У нее никогда не было своей собственной семьи. И она по-прежнему с вами? Да, конечно. Она как-то участвует в подготовке ваших новых концертов? Она продолжает? Сейчас уже нет. Есть ли что-то самое главное? Какой-то секрет? Что-то, чему она вас научила? Что она в вас открыла? Ну, вообще-то она меня научила всему. Будучи моим единственным учителем, она научила меня всему, что я умею делать на рояле. Ну, я могу сказать кое о чем, что являлась методом Анны Павловны. В отличие от некоторых и даже многих других педагогов, она, хотя и в свое время закончила с отличием Московскую консерваторию, никогда сама на уроках не играла. С определенной целью она не хотела, чтобы мы, ее ученики, ее копировали. Для того, чтобы добиться от нас того, чего она хотела, Анна Павловна прибегала только к словам. Ну, слова, насколько я знаю, для вас тоже имеют огромное значение. И в словах вы тоже в какой-то момент стали слышать музыку. Я знаю, что вы пишете стихи. Я в словах всегда слышал музыку, и потому с детства, даже с раннего детства любил декламировать, причем не только стихи, но и прозу. В нашей московской квартире на антресоле хранятся большие бобины с записями, с моими детскими записями, как я пою и играю по слуху. А на одной из тех записей я декламирую по слуху, мне тогда было три года, стихи Михалкова и Трехмедвиги Льва Толстого. Причем артистично, тремя разными голосами стараюсь. Кто хлебал из моей чаши, кто хлебал из моей чаши, кто хлебал из моей чаши. Музыку слова я ощущал всегда. Другое дело самому писать, что я начал делать не так давно. Но точнее в детстве я очень много всего писал. И стихов, и в кавычках, конечно, все это было очень детское, прозы. Потом перестал, а вот недавно, да, действительно, почувствовал я потребность самому писать стихи, причем на идише. Фантастика. То есть вы настолько выучили язык, что вы можете на нем не просто писать, но писать в стихотворной форме. Ну, стихи-то писать на самом деле легче, чем прозы. Наверное, только гениальным музыкантам. Ну, почему же тот же Войнович, который начал со стихов, и он сам пишет, опираясь на свой собственный опыт, что прозу писать труднее, чем стихи. Потому что в стихах есть ориентиры, рифмы, размер, которые ведут тебя по определенному руслу. А проза – это, по словам Войновича, как океан, в котором можно туда повернуть, сюда повернуть. Можно и утонуть. И, конечно, когда я присылаю свои литературные попытки своему другу, замечательному идишскому писателю, прозаику, поэту, главному редактору газеты «Форвардс» Борису Сандлеру, стихи мои ему приходится меньше редактировать, чем прозу. Я бы хотел попросить вас прочитать что-то из ваших стихов. Это было бы, мне кажется, очень здорово. Прочитаю самое короткое свое стихотворение, которое я назвал «Анимаймен», что означает «Кредо». Шойнтере ход гезогт за инклейном зун, Мит шрэк, Фарвоз бист нитазави аале, Унс из гэвэн азой хинь еден кантунек, Вухин дидоле унсера бруталэ флегунс нитварфн. Сыздох унсер ковэд, Вас томит seinen мир гэвэн гэтрай цу сих, Ун хобм от бихохмэ ойс гэковат. Вэн их вол sein ви гэнер, Вэрвэт sein ви их. А содержание такое, Может быть, не все наши зрители знают, Кто такой Фарра. Фарра был отцом библейского Авраама, То есть в то время еще Авраама, И согласно Талмуду, Когда до мальчика Авраама дошло, Что башкам, которыми торговал его отец, И которым поклонялись все люги вокруг, Поклоняться не следует, Потому что на самом деле Они ничего из себя не представляют, А есть некто за и солнцем, И луной, и небом, Которому на самом деле следует поклоняться. Когда маленький Авраам Это осознал и сказал об этом своему отцу, Фарре тот в ужасе Сказал своему сыну, Почему ты не такой, как все? И вот, что именно за это Нас, евреи, на протяжении всей нашей истории Не любили, потому что мы Всегда были не такие, как все. А этого люди не любят. Но есть такая еврейская пословица Если я буду как кто-то, То кто же будет как я? Вот об этом это стихотворение. Однажды у меня возникла даже такая Несколько метафизическая мысль. Вот некоторые люди задаются вопросом, Почему так много евреев Среди великих музыкантов-исполнителей И так мало среди композиторов? И мне как-то пришла в голову мысль, А ведь одной из идей иудаизма Является то, что Бог избрал евреев В качестве исполнителей Для исполнения своего замысла Так это или нет, но факт то, Что в течение тысячелетий Наши предки именно в этом Видели свою роль, свою функцию Именно исполнителями себя ощущали Может быть потому, что Это действительно заложено В нашей природе Быть исполнителями Это довольно забавно Я не могу не привести здесь Короткий афоризм Моего знакомого Еврейского писателя Григория Кановича Которого вы, наверное, знаете Он живет в Израиле Не лично, к сожалению Его отец был простым портным Работал в Вильно И он выдавал какие-то такие Еврейскую народную мудрость Все время Короткими афоризмами И вот он в частности сказал Почему среди евреев Так много хороших музыкантов Но они же все время прислушивались Им важно было Не идут ли их убивать Короткий последний вопрос Свой задам Такой может быть он Немножечко нелепый Но тем не менее Очень многие подростки В России В Советском Союзе Когда росли И видели ваш успех И видели Внимание к вам И так далее И родители приводили вас В пример Да, это вызывало чувство Ну даже какого-то Внутреннего раздражения Вот что ж такое У него-то все получается А мы тут такие Ахламоны и оболтасы И балбесы И рождалось два чувства С одной стороны Чувство зависти А с другой стороны Может быть даже Чувство раздражения Да Вот Во-первых Ощущали ли вы это И во-вторых Свойственно ли вам Было кому-то завидовать Отвечу Сперва На второй вопрос Очень коротко Частью нет Никогда Я понимаю Что это большое счастье Потому что знаю Как это людям мешает Никогда в жизни Никому я такого чувства Не испытывал Даже Когда мог бы Испытывать По тем или иным причинам Но разумеется Я Много ощущал Чувство зависти Со стороны Своих Случеников Поднесенской Десятилетки Некоторых Наверное Может быть даже не потому Что их мне ставили В пример А просто потому Что я так преуспевал На их глазах Рядом с ними Но я могу сказать Что Если кому-то Ставили В пример Меня То мне В то время Тоже ставили В пример Других Например Мне Сначала Ставили В пример Того же Вагика Репина Который Стал известным Несколько раньше Меня Да и не только его Был Да и есть Такой Известный пианист Николай Демиденко Надо Оставаться Надо оставаться Знаете Это Вася Помню Такой Анекдот Царь Обходит Солдат Один из них Обращается К нему И говорит Ваше величество Я еврей И поэтому Не могу Жить Где хочу Не могу Поступать В университет Моя семья Голодает А царь ему На это Отвечает Думаешь Мне хорошо Министры Воруют Анархисты Бросают В меня Бомбы Ваше величество Махнем Вместе В Америку Что Собственно Мы с вами И сделали И в результате И сделали Жень Спасибо Огромное Всегда Пожалуйста Как всегда После бесед С небожителями Очень трудно Возвращаться На грешную землю И Конечно Как и Наверное Большинство Телезрителей Моего возраста Моего поколения Я Подспудно Ожидал Встречи С тем самым Маленьким Мальчиком Женей С Вундеркиндом Который Которого Когда-то Помнил Но Открыл Для себя Совершенно Невероятную Глубокую И Очень Тонкую Личность Личность Личность